Земельный вопрос в республике Алтай с каждым месяцем все более актуален. Оборот земель напрямую связан с поступлениями в региональный бюджет. От этих сумм будет зависеть исполнение новой команды правительства, обязательств по народной программе. Поэтому сейчас от глав муниципалитетов ждут акты земельного контроля с выявленными нарушениями за 2023-2024 годы и вводят новые правила. Муниципалитетам поручено оперативно направить нам сведения о нарушениях оформления земли и не секрет, что существуют откровенные злоупотребления. Для борьбы с этим мы вводим ограничения на расширение населенных пунктов. Также земля перед продажей подлежит обязательной проверке. Это особенно актуально в свете случаев с огородами в Кошагаче. Ограничения не будут действовать в двух случаях – по поручению правительства и в случае льготного предоставления земли. В этой очереди 4707 республики – это 6 категорий льготников. Самые массовые – молодые семьи, их 1700 и 1500 многодетных семей. У нас ежегодно, скажу за город Горноалтайск, в последние годы мы не больше 10 участков выделяем, потому что в городе земли нет слова КГС совсем. Мы работаем над целым рядом земельных массивов в агломерации Большого Горноалтайска, это и Горноалтайский, и Майминский район, по расторжению вот этих инвестиционных соглашений. Как только у нас появляется земля, там есть возможности для строительства МКД, там есть возможности для строительства ИЖС. Целесообразно установить, что максимальный размер участка под огород должен быть меньше, чем минимальный под ИЖС. То есть эта мера, по сути, позволит нам предотвратить изменение вида разрешенного использования на индивидуальное жилищное строительство. Отдельного рассмотрения требует категория семей СВО, уверены участники Совета муниципальных образований, чтобы купленная до спецоперации земля не отменяла право семьи на получение льготного участка. Мы из-за этого не можем на очередь его поставить. Вот он оброшенный СВО, у него участок уже был. А право у него есть еще раз его получить, чтобы участник СВО. Кроме того, глава республики предложил расширить число льготных категорий для предоставления земли, включить в них узких специалистов в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства, и таким образом сокращать дефицит кадров. Проработка всех предложений будет идти параллельно с земельной ревизией. От глав районов требуют личного участия. В правительстве ждут сведения о границах населенных пунктов в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Турачакском и Чемальском районах. Земельное отношение – это личная зона ответственности каждого глава. И не надо это спихивать на своих заместителей. Активной работой ведется и по выявлению незаконных средств размещения. Власти готовы пойти навстречу предпринимателям и в режиме одного окна легализовать бизнес. В ином случае объекты придется снести. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.